Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Исхода, обратимся к 33 главе. Здесь продолжается рассказ об истории с Золотым Тельцом, о том, чем, собственно, продолжается эта история. И говорится о довольно неожиданных тоже для читателя вещах. Господь говорит Моисею, иди, пойди, иди отсюда ты, народ твой, который ты вывел из земли египетской, иди туда, куда я тебе повелел. И Господь обещает послать перед Моисеем и народом ангела, который прогонит разнообразные ханаанские племена, Амареев, Хитеев, Хананеев и так далее, прогонит из Ханаана для того, чтобы израильтяне могли в нем поселиться. Он введет вас в землю, ибо сам, я, говорит Господь, не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. Грешный человек не может увидеть Бога и не умереть. Мы увидим это еще чуть дальше, в прямую об этом будет идти разговор. Господь говорит о том, что народ грешный и жестоковыйный, поэтому присутствие Бога среди этого народа, славы Божьей, имени Божьего, вот премудрости Духа Божьего, как ни говори, как ни пытайся это назвать смертельно, губительно, и поэтому Бог не пойдет с ними. Это тоже очень такая значимая идея, представление о том, что Божье присутствие несовместимо с человеческим грехом, просто потому что человек при этом не может выжить. Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих, то есть отправляясь в путь, ничем себя не украсили, никакой торжественности и триумфальности в этом не было. Возрыдали, потому что Господь сказал, что они народ жестоковыйный, и что если пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, я посмотрю, что мне делать с вами. Оказывается, что мы здесь видим еще одну, если хотите, теологическую схему, парадигму богословскую, что если Бог среди народа своего, этот народ жив. Если Бога нет, если Бог оставляет, народ погибает. Погибает и понимает это, и рыдает об этом. Это действительно трагедия, это то, что надо преодолеть. Для того, чтобы народ был спасен, а народ уверен, что если не пойдет с ним Господь, то вот все эти хиты, ферезеи, евусеи и прочее, прочее, все этот народ одолеют и уничтожат. Надо, необходимо, чтобы Бог был с этим народом. А как этого не понять? Это невозможно. Потому что для Бога вот очевидно, если я пойду среди вас, в одну минуту истреблю вас, как огонь, который пожигает все вокруг себя, для того, чтобы сберечь эти горючие материалы, огонь должен погаснуть. Вот такая парадоксальная вещь. Тоже на самом деле разговор-то с прицелом на будущее, на пророчество о Христе Спасителе. И вот Мунисей, говорит нам, рассказчик, поставил себе шатер вне стана и вдали, и назвал это место скинии собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания. Ищущий Господа, тот, кому нужно Бога встретить, кому нужно найти Бога. Обратите внимание, что здесь как будто бы речь не идет ни о священниках, ни о жертвоприношениях разнообразных, ни о чем вот таком культовом. Ищущий Бога идет к Мунисейю в эту скинию собрания. И когда Мунисей выходил к скини, весь народ вставал и смотрел вслед Мунисейю, каждый у входа свой шатер. Это, скорее всего, некоторое не очень понятное для нас форма публичного покаяния, публичного раскаяния, когда люди выходят и стоят молча у своих шатров, но не решаются или не дерзают пойти дальше за Муисеем. И автор говорит, говорил Господь с Муисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Как бы кто говорил с другом своим. Вот это такой уровень взаимоотношений между Богом и Муисеем. Оказывается, это возможно. Вообще очень неудобные слова. Неудобные. Посмотрите, как в любые эпохи мы, христиане, не исключение здесь, почти все, пытаемся разговаривать с Богом как угодно, только не как с другом. А Муисей разговаривает с Богом как с другом. И вот это результат того, что человек приближается к Богу. Вот это цель. И Бог говорит с Муисеем как с другом, по-простому, на нормальном человеческом языке, простыми словами. Простыми словами. Это тоже надо помнить и знать о том, что вот задача разговаривать, говорить с Богом как с другом. И Господь так говорит с Муисеем. И дальше Муисей молится и просит у Бога, чтобы, ну, хорошо, ты говоришь, что сам не пойдешь, ну, а ты мне так и не сказал, кого ты пошлешь со мной. Можно понять текст так, что речь идет о помощниках Муисея. Но автор говорит о другом. Господь ему... Смотрите. Моисей, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что вот эти люди твой народ. То есть не забудь, что это твой народ, не мой. А мне покажи путь, по которому мне идти. И Господь на это Моисею говорит, я сам пойду перед тобой и введу тебя в покой. Я пойду с вами, я сам буду пойду. Он только что вроде бы был разговор о том, что нет, это невозможно. И снова Бог говорит, каким-то образом я пойду с вами. И это, собственно, Моисея и успокаивает. Он говорит, да, потому что если ты не с нами, то никакого вообще смысла нет. Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас оттуда. Чего, куда ходить? Смысл, цель, смысл вот этого движения за Богом, если мы идем с Богом. А если нет, то никакого смысла, то и не надо. И Моисею еще говорит, ну, конечно, потому что, а как еще мы узнаем, что мы обрели благоволение, как не потому, что ты пойдешь с нами. А если ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. А автор очень следит за тем, чтобы Бог говорит, Моисею народ твой. А Моисей говорит Богу, нет, это народ твой, а не мой. И Господь говорит, я сделаю то, что я тебе сказал, потому что ты приобрел благоволение, и я знаю тебя по имени. Вот так, такое замечательное выражение, потому что Слово Божие говорит о том, что имя Бога открыто, и мы знаем Бога по имени, но и Бог знает Моисея по имени и говорит, как с другом. И дальше Моисей просит, покажи мне славу твою. Ну, раз так, да, раз мы говорим по-дружески, раз ты говоришь, что приобрел благоволение в очах твоих, покажи мне славу твою. Вообще, конечно, на первый взгляд, да и на второй тоже, этот рассказ отчасти напоминает историю с явлением Бога Ильи, которая будет рассказана в книгах царств. Но трудно утверждать, что это троп, заимствованный из одного источника в другой рассказ. Различий тоже достаточно много. Тем не менее, вот, Моисей говорит, покажи мне славу твою. Он хочет видеть Бога, того Бога, которого не видел никто никогда. Он хочет видеть Бога. И Господь говорит, я проведу перед тобою всю славу мою, провозглашу имя Яхве перед тобою. Но лица моего тебе невозможно увидеть, потому что не может человек увидеть меня и остаться в живых. И вот Господь ставит Моисея на скале, прикрывает его рукой и проходит мимо, и он видит, слава Божью, сзади, а лица Господня невозможно ему увидеть. Значит, вот, невозможно человеку увидеть Бога и не умереть. И действительно, вот, слава Божья, тем не менее, явлена. Насколько это возможно, Моисей видит эту славу Божью, видит Бога. И над ним провозглашено имя Его. Но я вполне намеренно пропустил, не прочитал еще один очень важный кусочек 19 стиха, последний. Смотрите, Бог Моисею говорит, да, вот, ты получишь то, что ты просишь. Я пройду, ты меня увидишь. Причем я сделаю так, чтобы ты не умер, поэтому ты увидишь меня сазади. Ну, вот, было бы большой наивностью пытаться объяснить про спереди, сзади. Очевидно, что это поэзия. Но Бог говорит, проведу славу, провозглашу имя Яхве перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. О ком идет речь? Моисей, вроде как, один должен на эту гору подняться. По-видимому, автор пытается донести до нас вот какой смысл слов Господних. Увидеть Бога, это значит увидеть сияние славы, увидеть имя, нареченное над святыней, то, над чем наречено имя Божье является, становится святыней, и увидеть милость Божью, которая действует в людях. Я, это тот, чья слава непостижима и сияет, преображая этот мир. Я, это тот, чье имя делает мир святыней. Я тот, кто жалеет и милует тех, кого надо пожалеть, кто не отрекается от милосердия, кто не отрекается от сострадания. Вот это ты увидишь, вот это ты увидишь. Кого пожалеть, пожалею, кого помиловать, помилую. И это тоже, конечно, поразительный аспект этого рассказа.